Прыгать и бегать запрещено. На подвесную экотропу за раз выпускают по три человека. У детей боязни высоты практически нет, а у взрослых с этим чуть сложнее. Но азарт побеждает страхи. Ну я высоты боюсь, да. Поэтому немного подряхивает. Ну не сильно критичная высота, но терплю. Свою дозу адреналина получила и Татьяна Суламанина. Самая высокая точка здесь 7,5 метров. Это примерно третий этаж. Мы с первого дня практически здесь бываем почти каждые выходные. А сейчас заметно, что народу прибавилось в нашем городе и вообще локация здоровская. А когда придумали такую тропу, то мне кажется вообще круто. Здесь есть где разгуляться. Дорожка почти 200 метров в длину. Подвесная конструкция защищена страховочной сеткой. Для безопасности выдают каски. Вдоль экотропы на деревьях установили скворечники. Совсем скоро здесь появятся и аудиогиды, с помощью которых посетители узнают о ямальской флоре и фауне. На Ямале экотропа впервые, так скажем, в наших краях такого еще нет. Поэтому мы первые. Если даже кажется вроде как не такая большая длина, но на самом деле экотропа отличается распределением нагрузки при ходьбе. Природный этнографический комплекс «Нум» – идеальное место для отдыха от городской суеты. 12 ноября комплексу исполнится два года. На четырех гектарах разместили загоны с оленями и самоедами, детскую площадку, чумы и гриль-зоны. Недавно здесь появился купол для проведения мероприятий. У жителей Ноябрьска уже есть любимые локации. Гриль, чум. Там выходные проводили всей семьей зимой. Необычная обстановка. Интересные памятники. С каждым годом «Нум» привлекает все больше гостей. Здесь уже побывали около 66 тысяч человек. Сюда приезжают жители Ямала, со всей России. И даже побывали иностранцы. «Нум» радушно принял гостей из Австралии, Японии, Китая и Сербии. Особенно гостям интересны этно- и гастрофестивали, иммерсивные экскурсии, национальные праздники. Экотропа – не последняя новинка в ноябрьском «Нуме». В планах обустроить еще два мини-аттракциона для детей и взрослых. Яна Джуз, Ярослав Кудренок. Время Ямала. Ноябрьск.